всем привет вы на канале industrial tools сегодня у нас будет на обзоре и на разборе аккумуляторная шлифмашинка вибрационная makita dbo 380 так она выглядит поставляется в картонной коробке это комплектация без аккумулятора что входит в комплектацию это вот такая пластина для перфорирования предназначена она для того чтобы делать отверстия вот такие если вы будете использовать глифовальные листы наждачные без перфорации для того чтобы делать в них отверстия далее идет защита аккумулятора резиновая надевается она вот таким образом видите вот здесь есть такие штыречки смотрим чтоб совпадали с отверстиями под винты и вставляем сюда и в комплекте также есть пылесборный мешок для пыли конкретно здесь идет тряпочный мешок внутри он сделан таким образом эта штука вот приклеена видите также существует еще пластиковый мешок который можно использовать мешочек одевается вот таким образом ну и также в комплекте идет инструкция сертификат соответствия и дополнение приложения к сертификату еще в стандартной комплектации есть один лист наждачной бумаги он вообще снят и это я его уже сюда зафиксировал вот такой made in japan такой артикул у нас в россии не купить ну именно который дает схема у нас продаются чуть чуть другие листы также данный аппарат можно использовать совместно с пылесосом но для этого вам необходимо шлангу иметь какую-нибудь насадку переходник если у вас пылесосы makita насадки можно подбирать в каталоге makita есть специальные таблицы скачиваете каталог все есть на сайте или в телеграме компании makita есть ссылки на все эти каталоги можно зайти спросить у меня какие нужны конкретно в моем случае нужна вот такая насадка с таким артикулом выглядит она таким образом и фиксируется так ну и сюда естественно одевается шланг пылесоса ну что предлагаю его разобрать для этого сначала снимаем подошву чтобы снять подошву необходимо открутить четыре винта с полукруглой головкой м4 на 10 откручиваем винты и снимаем подошву сзади вот упала коричка которая здесь стояла также сюда можно установить подошву с липучкой в сборе далее снимаем уплотнительное кольцо основания которое у нас и так упала но оно так как это инструмент новый когда он будет использоваться скорее всего оно здесь будет плотненько стоять далее нам нужно снять секцию основания для этого необходимо открутить вот этот винт винт с потайной головкой м5 на 16 существует два способа открутить этот винт первый если у вас есть импакт просто вставляем импакт и откручиваем как обычную гайку вот эта штука будет прокручиваться но благодаря импакту винт выкрутиться благодаря большой скорости и ударов но если у вас нет импакта также существует второй способ просто необходимо взять какую-нибудь плоскую отвертку поставить ее вот в это место чтобы зафиксировать и двигатель не вращался и откручивать после того как мы открутили винт мы можем снять вот эту вот секцию основания всю полностью как мы видим здесь чуть-чуть разделились внутри здесь мы видим имеется металлическая шайба теперь необходимо снять резиновые кольца уплотнители их 8 штук также они и здесь и мы уже их сняли это четыре опоры в поролоновых рукавах вот таких опора и поролоновый рукав далее откручиваем вот эти держатели бумаги для этого нужно взять ключик на 8 потому что здесь гаечки и откручивать плоской отверткой крестовой точнее с одной стороны и со второй теперь смотрим как выглядит держатель как видим здесь есть смазочка гайки гайки с фиксатором шайбы и винты с буртиком и плоской головкой м5 на 16 два штуки извиняюсь не сразу заметил на винтах было два резиновых колечка теперь нужно открутить вот эти рычаги пружины и и и и и состоит это все из двух винтов м4 на 20 сплот с круглой головкой 2 пружинных направляющих и два вот таких рычага рычаг в комплекте то есть вот это резиновое или пластиковое пластиковое основание идет в комплекте далее снимаем вот это уплотнительное поролоновое основание вот она вот так поставляется вот так сложено поэтому здесь вот такие штуки далее нам необходимо распрессовать вот эту часть подшипника сюда выпрессовать вообще здесь имеются вот такие два выступа и когда если мы будем ставить на какую-нибудь всего с ровная поверхность то он у так шатается поэтому в моем случае пресс подходит а правильно использовать специальную подкладку металлическую которую макита есть официально так в моем случае начался выпрессовываться прямо балансир нам нужно выпрессовать полностью все сейчас старым ротором и теперь можно выпрессовать подшипник вообще может случиться так что у вас балансир вместе с подшипником запрессованным выпрессуется отсюда тогда в этом случае нужно будет использовать специальные инструменты у макиты они есть то есть вставляется там специальная штука и сюда нужно давить под пресс поэтому конечно лучше сразу выпрессовать балансир потом уже подшипник так будет проще потому что когда это будет запрессовано очень сложно будет снять подшипник ну и давайте смотреть вот так выглядит брак балансир подшипник 6002 dv от компании носка и основание ну и теперь давайте открутим корпус электрики для начала снимем вот эту переднюю ручку она снимается просто и продается она вот в таком комплекте отдельно запчасти на нее нет то есть все сборе ну если вам интересно давайте ее разберем хотя я думаю ничего там интересного мы не увидим крутили два самореза и располовиниваем такая усиленная я думал мы откроем и можно будет достать пружину но нет теперь чтобы разобрать электрический корпус необходимо сначала снять резиновое колечко теперь откручиваем саморезы и здесь раз два три 4 5 6 7 8 9 штук открутили 9 саморезов 4 на 18 и и вскрываем открывать нужно аккуратно чтобы не потерять вот эту направляющую аккумулятора корпус идет вот таким образом и он идет сразу вот с этой резиновой направляющей ее можно конечно и отдельно приобрести она снимается но когда будете заказывать новый корпус две половинки корпуса сразу будут под одним артикулом и вместе вот с этими направляющими далее достаем вот эти запчасти и извлекаем интересно для чего это для снятия статического электричества да это называется кабель заземления если мы посмотрим идет он от подшипника сзади он здесь еще есть резиночки это для аккумулятора ну и все лишних таких запчастей здесь нет можно спокойно все извлекать они тут кнопки сначала называется пластина переключения в сборе потихонечку застаем все вот так выглядит вторая половинка корпуса да и не сказал вам сразу на правой половинке имеется вот такая наклейка теперь можно снять вентилятор или крыльчатку и попробуем вытащить ротор но сразу скажу данное положение не пытайтесь достать ротор потому что вы повредите плату вот этим подшипником заднего сначала необходимо открутить платы плата держится вот на трех саморезиках маленьких открутили три саморезика и снимаем вот так плату и теперь можно доставать ротор ротор здесь вот такой маленький при заказе ротор будете идти сразу вместе с подшипниками но также подшипники можно и отдельно заказать например верхний нижний НСК 6200D верхний маленький 626D тоже от компании НСК нижний китайский в верхней Индонезии далее не можно снять статор для этого необходимо открутить три маленьких винтика открутили три винтика и здесь необходимо поддеть и снимаем вот таким образом выглядит статор вот такой маленький далее мы можем снять колодку контактную на ней имеется наклейка с датой производства и серийным номером отсюда снимается блок выключателей ну и все и остается сам контроллер такой маленький на контроллере есть предохранитель на 25 ампер все кому понравилось данное видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и всем пока 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 субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok и субтитры сделал DimaTorzok и